Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Смотр Рэйдж, всё как всегда. И сегодня вместе с тобой будем смотреть новое обновление, а именно роботу пожарника. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что на этом сервере у меня свой личный промокод Эван. Вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Иди сдавай на права и работай на свою мечту. Знаешь что, сегодня второй день после обновления, второй ролик, вернее уже третий ролик подряд. Каждый день у меня выходят ролики, так что подписывайся, чтобы не пропускать. Сегодня мы смотрим с вами, повторюсь, работу пожарника, завтра смотрим работу, скорее всего, же линзодорожника. А после завтра устраиваем гонки. Так что если ты хочешь не пропустить и попасть на гонки, и попасть в серию, вступай в мою беседу ВКонтакте. Я там обязательно напишу, когда будут проводиться гонки и погоняешься вместе со мной. Но там еще конкурс, конечно, должен быть, так что, ну блин, братан, надо исправлять, а то 81,8% смотрят без подписки. Не, ну, братан, ну ты это, ну ты красную кнопку-то прожми, блин, наконец-то, если ты уже смотришь, тебе нравится. Так что давай подписывайся, как бы тебе не тяжело, мне приятно. Остановился я недалеко от работы, вот здесь она находится, кстати, вы уже видели, что я в пожарной форме, как бы я ее прикупил в серии с обновлением. Если вы не видели эту серию каким-то чудом, ссылочка будет в описании, посмотрите, мы там обозревали полностью все обновление. Вот, и я прикупил пожарную форму, сейчас вам покажу, все прекрасно вот здесь. Если вы не работали на этой работе, вы просто подходите вот сюда, работаю в пожарном департаменте, берете, как бы, работу, кстати, давайте я уволюсь на всякий случай, чтобы прям вы увидели все вместе сразу. Закончить рабочую смену, все. Уволиться, да, подходим, подходим. Устраиваемся на работу, все, мы устроились. Дальше, если вы еще не работали, просто подбегаем вот сюда, вот, и покупаем маски там за 10 рублей, головные уборы за 39, верхняя одежда 77, штаны за 58, обувь за 19 и огнетушитель. Давайте огнетушитель куплю еще один на всякий случай. Вот огнетушитель у меня появился внутри, одежду мы одеваем на персонажа, она автоматически не одевается. Вы можете спросить, Эван, а зачем вообще вот эту одежду покупать, что будет, если они покупают? Ну, как бы, без этих предметов ваш персонаж будет уязвим к очагам возгораний на вызовах, так что лучше покупать. Как и говорилось в чинжлоге, еще раз повторю, что тушить пожары можно двума методами. Первый и самый очевидный, это огнетушительным, который мы купили, вот, и второй, любой очаг можно потушить фурой. Конечно, это же сервер основан на автомобиле, поэтому сейчас возьмем фуру. Есть еще, кстати, такие вот дауны, которые специально берут, поливают, и ты берешь и просто умираешь. И, кстати, это первая работа, где можно кооперироваться и вместе выезжать на вызов с друзьями. В 5 нажимаем, взять пожарную машину. А, начать смену, окей, начинаем смену. Взять пожарную машину, оп. Все, мы взяли пожарную машину, я не буду как другие. Мы взяли вот такую вот сканер, кстати, вид от первого лица на нее работает. Спидометр, тахометр, все прекрасно работает. Сканер капец как едет боком. F5 нажимаем, запросить актуальные информации по вызову. Ох, ебать! Вот это пожар, вот. Все, горит слева. Поехали туда. Я надеюсь, больше никто не поедет. Но сканер уже 100 едет, типа, она вообще бешеная. Это самая бешеная тачка, именно, рабочая. Смотри, 150, уже лечу просто. Я надеюсь, здесь никого не будет, и никто мой пожар не стыбзет. Ну да, она хоть и едет, но она не тормозит. Так что разгоняться как бы такое. Ага, значит, сейчас тачка перевернулась, они это добавили. Но я либо слепой, либо где огонь? Есть огонь вообще? Вот это мне непонятно, потому что вчера я тоже приезжал, и там не было пожара. Хотя очаг был. Средний оклад за один очаг, то есть за одну вот эту херню 500 рублей. Стажер, кстати, опыт. 100 опыта, это, я понимаю, один очаг с один опыт. Окей, тогда что растет с рангом? Зарплата, наверное, только. По факту работа не будет меняться, я вряд ли думаю, что что-то может появиться, типа. Мне кажется, просто зарплата будет расти, и все. На этом мы посмотрим где-то через, ну, месяц, я думаю, выйдет ролик, где апну здесь 10-й ранг, блядь. Соль, хип этом пацан охренел. 10-й ранг, и что? А, ну, посмотрим, сколько он зарабатывает. Не, пацаны, если кто смотрит из админов, разработчиков, там, не знаю, мододелеров, хотя мододелы при чем здесь, не знаю. Бля, пофиксите тормоза на скане, это капец. Лучше уберите разгон, но пофиксите тормоза, это реально, это капец. Короче, чтобы не затягивать этот момент, я уже приеду к какому-то очагу, который рабочий, и продолжим. Пацан вообще там охренел, наверное. Едет такой на поезде перед ним, просто пожар. Ебать, еще одна фура. Так, все, будем отсюда. Единственный способ, как вам тормозить на этой фуре, вы просто подъезжаете к пожару, нажимаете Alt F4, потом Escape, и все, и тормозите. Окей, есть у нас, например, здесь пожар, да? Почему я их тушить не могу? При голове они просто не прорисовываются. А, вон, добрый день. Что за дичь хотел спросить? Типа, приехал на очаг, вот это, что на карте отмечается, там тупо ничего не горит. Смотрите, по поводу этого в курсе, это проблема именно рейджа, это забивается, как мне объяснил разработчик, что забивается какая-то память рейджа, в данный момент как-то вот это исправить нет просто возможности, если бы была бы, мы бы это сделали. Соответственно, как только выйдет какой-то фикс, мы это исправим. Пытка номер 2, они добавили багфикс, в котором исправили пожары, теперь сцены закрываются при потушенных очагах. А, сейчас будем смотреть, я надеюсь, сегодня у нас хотя бы это выйдет. Конечно, обидно, что мне придется уволиться с железной дороги, хотя я уже два раза откатал, ладно. Увольняемся. Опа, сюда заходим, да, устроится. Конечно, жалко, что ран слетает, это прям пипец как жалко, алло, смотря, давайте исправляйте, хотя я знаю, как они этого не хотят, но у вас все игроки задолбут этим вопросом, поэтому придется. Знаете что, этот что у нас такое, прадо, кожаный, нет, нам надо, а, я серьезно в этих бегал, взять пожарную машину, все. F5, запросить актуальную информацию по вызовам, вот, наконец-то. Знаете что, актуальные очаги, ух ебать здесь всего. Опа, давайте поедем на вот эти, а там, как вчера, в принципе, посмотрим, изменилось что-то или нет. О, горит, реально горит, 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 офигеть. Знаете что, быстро тушим, я так понимаю, вот так нужно делать. А вот и линейка как бы появилась, оп, знаешь, потушили. Так, давайте отъедем немного, потому что так неудобно. Оп, ну опять туда или что? Да блин, эти ветки мешают, окей, вот это тушим, нет? Ладно, давайте в руку, кстати, возьмем этот огнетушитель и попробуем с огнетушителем. Так, взять его и использовать. Кстати, его можно сразу перенести вот сюда, чтобы было удобнее убрать. Чисто так накинул сейчас из носа, нормально. Все, и один нажали, все, и пошел, 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 пошел. Достаточно быстро я тушу пожар. А, кстати, пацаны, лайфхаки вам. Я не знаю, насколько это правда. Так, еще один потушили. Я видел на ютубе видос, где пацан лутался, ему сказали, ставь максимально-минимальное качество текстур, чтобы у тебя было больше фпс. И чем больше у тебя фпс, тем быстрее вот эта полоска лутерства, либо вот эта полоска проходит. То есть, если у тебя мало фпс, значит у тебя она будет, типа, долго идти. Я не знаю, насколько это правда, можете написать в комментариях. Так, вот это я потушил, вот это что-то не хочется. Стоп. А вот, навести просто надо. Наводим, появилась шкала, и тогда тушим. И пока мы вот это тушили, сколько мы заработали? 9 опыта, ничего себе. А, хотя да, здесь долго. 4 500 мы заработали. Не, капец, здесь это, конкуренция, прям капец, реально. Нужно ехать сразу куда-то в Политобай, где дофига огня, никого нет. Кстати, интересно, есть ли разница, если мы тушим маленький очаг и большой именно по времени. Вот, например, маленький очаг я тушу, сколько на него времени потребуется? Ну, ну, 6 секунд. 6 секунд, 6,5, если быть точным. Вот, на один очаг. Может, я не горю из-за того, что у меня вот этот костюм, а если его снять и забежать на огонь, то типа я буду гореть. Ну, фиг знает. Может, так и есть, не знаю. Ну, проверять не хочу, потому что накидывать вот этот процент на одежду, как бы такое. Ну, эпично достаточно смотрится, прям очень эпично. 170, 180, 190. Что, 200 поеду? 200 еду. Офигеть. 201. Здесь тоже пожары я буду проезжать, пусть они тушат. 208. 212. 214. 216. Еще раз напоминаю, что нужно останавливаться через Альт Ф4, потому что ты так будешь очень долго останавливаться. Все навели, например, на фуру. Так, надо съехать, а то меня снесут, я прям чувствую. Вот так съезжаем, наводим. Ну. Может, к шкалу это появится, нет? Вот, на такой дистанции нужно тушить, офигеть. Что у меня за конкуренты здесь приехали? Вот эти меня бесят, прям капец. Я на КАМАЗе, ну, на СКАНе обгоняю поезд. Нормально вообще? 230 ехал только что на камеру. Попадусь? Нет, на камеру не приходит. Ну что, приехали мы в поле Табай. Ну, может появится вот эта штука. Может из-за того, что маленькие очаги только вот эти, можно тушить, а большие только тачки. Из-за этого этот кружок не появляется. Я не знаю. Типа на тачке, когда мы тушили, появлялся этот кружок. А когда мы начали тушить вот эти маленькие, кружок не появляется. Появляется только при использовании огнетушителя. Значит, тушим с огнетушителя и получается. Ты знаешь что? Вроде я все потушил, больше ничего не горит. Нажимаем запросить актуальную информацию. Да, и метка пропала. И все, что сейчас горит, это вот здесь, вот здесь. В Лос-Антосе вот здесь горит. Но я хочу здание. Походу здание горит только на высших уровнях. А сейчас у меня горят только тачки, кусты, деревья. Только на высших рангах у нас будет гореть что-то другое. Ну, я, наверное, это так объясню. То есть, на первом ранге мы можем тушить на скане какие-то там тачки, а более мелкие очаги по типу вот этих кустов, деревьев. Я только могу тушить с огнетушителя. Ну, и потратил я на это сколько? Минуты 3-5 и заработал 5 или 10 тысяч, а если честно не считал. Вот, например, вот здесь горит что-то, блин, через Альф-4. Там кто-то в скане уронил, воду утопил. Как ее можно было там утупить? Ладно, сколько у нас здесь очагов? У нас 39, а здесь еще, наверное, сколько-то. Окей, погнали тушить тогда. Посмотрим, сколько можно заработать. Коротко об игре. Приехал какой-то даун на сивике. Спиздил у меня сканию. Ну, а я ехать не могу. А, блядь, она же праворульная, серьезно. Просто первый раз на сивике. Ну, мы спиздим сивик. А, у него 2 литра. И подсчет такой чип уродливый. И как его испоганить? Он меня, типа, спиздил сканию. Испортил мне всю работу. А я, что с его сивиком сделать, ничего не смогу. Не слить топливо, как в МТА, хотя бы как-то над ним поиздеваться. У него всего лишь 2 литра. Ну, сделайте тогда, как уже в САМПе, типа, взять, как бы, рабочую машину может только тот игрок, который состоит в этой организации, либо работать на этой работе. Либо вообще чужие тачки брать нельзя. Типа, как в САМПе, там, медицинские тачки могут только брать медики. Правительственные тачки могут брать только пацаны из правительства. Сделайте здесь так же, как на работах, типа, что пожарки может брать только игрок, который на работе. А вообще лучше привязать каждую тачку за игроком, чтобы у нее никто не мог сесть. Вот это было бы лучше всего. А то приезжают всякие дауны на сивиках и портят тебе игру. А, рядом нет пожарных расчетов. И я хер что сделаю, да? Этот видос настолько охрененный, записал один раз, баг нашел. Второй раз записал, спиздили фуру. Подумать надо бы только, что пацан на гелике, вы будете искать пожарку, у которой ее спиздили. Например, я приехал, захочу взять вторую пожарную машину. Мне что сделать? У вас же есть где-то грузовик. Закончить рабочую смену. 24 тысячи. Взять пожарную машину. Начать рабочую смену. Взять пожарную машину. У вас уже есть где-то грузовик. Спасибо, пацаны. Выходит, что какой-то идиот вам может запороть всю игру. Просто спиздив фуру. Я не знаю, где она. Просто не знаю. Я объездил все и не нашел. Кидываем вот это нахер просто сразу. Можно сапоги. Можно скинуть. И в жопу его. В жопу эту работу. В принципе, пацаны, там все. Вот такой вот видос вышел. Давайте подведем маленький итог по этой серии. Значит, первое, что они добавили рабочую работу на сервер. Она как бы работала наполовину, потом произошел баг, после которого никто не смог работать. Это первое. Они его пофиксили. Окей. Второе. За очаг тебе дают 500 рублей. С одной стороны 6 или 7 секунд ты тратишь на один очаг и получаешь 500 рублей. Как бы такое себе. Потому что разбросаны по карте очень жестко. Третье. Как мы поняли, разнообразие пожаров зависит от рангов. То есть на первом ранге ты можешь тушить либо тачки, либо кусты и деревья. Кусты и деревья ты можешь тушить только в согнетушителе, который стоит 5000 рублей. То есть 10 очагов. То есть один, можно сказать, вот этот здоровый очаг. А тачки и дома, которые откроются в следующих рангах, ты можешь тушить только с пожарки. Четвертое. Тебя могут свободно задебешить, залить водой. Потому что если ты стоишь и тебя заливают водой пожарки, ты просто умираешь. Вот и все. Ну и пятое, что мне прям капец как бомбит от него, это то, что у тебя могут спиздить пожарку. Как у меня было. У меня украли, ее куда-то увезли, я не знаю куда. Нельзя нажать где-то в планшете на точку, типа найти твою пожарку. Без пожарки ты тушить очаги не сможешь. И взять пожарку ты новую тоже не сможешь. То есть тебе либо искать ту, где она вообще без понятия. Либо просто увольняться с работы. В итоге этой работе я ставлю большой, просто большущий жирный минус. Потому что ты тратишь деньги на огнетушители. Ты тратишь деньги и износ одежды, чтобы переодеться в вот эту одежду пожарника. То есть ты тратишь свою одежду, износ. Третье, это максимально маленькая зарплата на ней. Ну все, что у нее прикольно, это то, что уровень быстро качаешь. Но зачем это нужно, я не понимаю. И то, что можно как перейти в работать. Ну четвертое, что тебя могут угнать пожарку, и ты фиг где ее найдешь, и новую не сможешь взять. Ну в принципе на этом все. Работать на этой работе или нет, это уже ваше решение. Я бы не работал, я бы пошел на железнодорожник, и там в меньшей мороке. Просто ездишь на красные семафоры, останавливаешься, и все. И получаешь 100 тысяч буквально минут за 20. Если кто не видел этот ролик, ссылочка будет в описании. А у меня на этом все. Пиши в комментариях, как тебе работа пожарника. Нажми лайкос, помоги продвинуть этот ролик в топ. Не забывай про подписку, ведь наша цель. Хотел сказать 3 500. Наша цель. О, какая наша цель, скоро узнаете. Так что с красной кнопкой делаю серую. Ведь 80% смотрит мой канал без подписки. Давай, исправляй эту ситуацию. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми, никогда их не пропускать. Скоро будет конкурс, так что все, давай подписывайся. Ну а с тобой был Лавн, всем желаю хорошего дня, всем удачи пацаны, и всем пока-пока.